Продолжение следует... 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 По выборам и назначениям мэра. Это противоречит любому элементарному школьнику, но студенту любого юридического возраста. Это уже понятно, что две совершенно противоречащих положения. То есть сначала надо отменить тот формат, в котором сейчас существует назначение. Конечно. Это должно быть в Рожжевом законопроекте. А вот в тех вот ссылочках на документы нет этого, нет? Нет. Это вот как раз есть ссылочки о том, что вот как сейчас происходит. А вот, то есть вот этой вот как раз не хватает. Это один вопрос. Это одна часть вопроса. Второе, там приклад за финансово-экономическое обоснование законопроекта. По-моему, представители «Справедливой России» говорили, что это не повлечет дополнительных затрат. Но это, по их мнению, не повлечет, потому что они, как обычно, не читают законопроекты, которые существуют на территории муниципалитета и Кировской области. Что гласит, значит, закон? Согласно статье 46 закона Кировской области 28 июля 2005 года о выборах депутатов представительных органов главы муниципальных образований, ну и так далее, и тому подобное, главы муниципального образований обеспечения деятельности избирательной комиссии в течение срока их полномочий, эксплуатации и развития средств автоматизации, а также повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов, осуществляется за счет средств, выделенных на эти цели из местного бюджета, в случае и в порядке условным федеральным законам, законам Кировской области, и также из областного бюджета. То есть это, ну для широкого понимания, это не только допечатать бюллетень с фамилиями мэра. Ну да, говорилось о том, что можно приурочить к очередным выборам любым совершенно, и просто допечатать дополнительные... Это делается только в день, в единый день голосования. Я имею в виду, да. По-другому быть не может, да. Но каждый выбор имеет свою программу. То есть это должно быть правильное информационное обеспечение, так? Должны создаваться ряд других возможностей по выборам мэра города. И это бесплатно не бывает, как вы понимаете. То есть даже информационные стенды, ну то есть масса вопросов... А не стоят эти затраты того, чтобы выбирать мэра на прямой ходе? Ну я, прикидываю, в других регионах выборы мэра обходятся, ну вот, не знаю, это можно большой, маленькая цифра, но в районе 50 миллионов обходится. Так. Это же это для понимания. Я сам сторонник прямых выборов мэра. Я об этом заявлял в вашей редакции и на других мероприятиях. Но все должно быть подготовлено, так как должно быть подготовлено. Так что теперь с подготовкой и с работой с этим документом? Значит, с этим... Была создана рабочая группа. Единая Россия Ирина Ковалева выступила с предложением о создании рабочей группы. Сейчас эта рабочая группа создается, принимается заявление в эту рабочую группу и будет проходить недоработка, вновь создаваться документ по обращению, для обращения в Кировскую областную думу. В ЗАГС собрание, да? Да, конечно. Кто войдет в рабочую группу? Есть ли какие-то? Все желающие. То есть никаких ограничений нет? Никаких ограничений нет, кроме... Это должен быть депутат. Только депутаты, да. Это должен быть депутат. Известно ли вам, сколько человек будет в этой рабочей группе? Ну вот сейчас сколько желающих? Я знаю, что заявлений... То, что я видел, порядка уже... Ну, больше 20 заявлений. А, то есть уже половина гордумы там в рабочей группе. Да. Так, вы войдете? Я войду. Вы войдете. Известно ли, когда она начнет там работать... Функционировать? Ну, я думаю, что в январе уже начнет функционировать. С Нового года. Ну. То есть, в принципе, вот эта вот заминка, она ничего не повлечет за собой. Это не заминка. Почему считаете, что это заминка? Это не заминка. Это просто некачественно очень подготовленный документ. Будет готовиться более качественный документ. А вот дальше ли все произойдет, конечно, большой вопрос. Почему вы так думаете? Ну, в прямых выборах мэра, я думаю, что есть заинтересованные и есть также не заинтересованные. Потому что выбранный прямыми выборами мэр, он начинает составлять некую конкуренцию кому? Кому? Кому, вы думаете? Губернатору? В том числе и губернатору, да. Ну, видишь, что сейчас же порядок такой, будем говорить, выборов назначения губернаторов. Это не касается нашего региона. Большинство регионов, где менялись губернаторы, они такие технократы, да, пришедшие из других регионов в основном. Им зачем серьезного и мощного конкурента иметь? То есть, мы отвечено говорим, не касаясь Кировской области. Есть вопрос, есть вопрос. То есть, думаете, что... В связи с тем, я думаю, что, когда даже пара надо выпускать, был же год, когда раз и назначили выборы губернаторов. Вернули? Вернули, ну да, назначили вновь. Я почему-то думаю, что это же произойдет и с выборами мэров. То есть, вы сейчас говорите не на кировском уровне, а в целом на федеральном уровне у проекта? Да. Ну, сколько можно ждать, пока они решат? Это раз. Второе, а почему они должны решать вместо кировчан? Нет, почему? Я говорю, что может в целом произойти по стране. Ну, вы же знаете, что все пользуются некими рекомендациями при принятии решений, да? У нас уже существует вертикаль власти в стране. Она же не работает вертикаль власти. На определенном уровне работает. Поэтому решения принимаются соответствующим образом. Хотя мы знаем, что у нас есть регионы, где прямыми выборами выбираются мэры, да? Но их немного. Результативность, ну, не очень высокая. Вы и я, наверное, читали статистику, сколько за последние годы у нас мэров привлечены к уголовной ответственности. Да. В одном за превышение, как бы, полномочий. Большой значительный был материал на портале ТВ-2, да? В интернете они сейчас работают, томские ребята. Они, да, собрали большую статистику. За последние 10 лет у нас было привлечено к ответственности 219 мэров. Из 321 города. 45 городов областного значения. Да, региональных столиц, 93 населенных пунктов, свыше 100 тысяч человек. Ну, это такая кормушка хорошая для силовиков. Ну, я имею в виду, кормушка не получения денег, а получения звезд в том числе. Потому что подвести под статью превышение полномочий, ну, такой элементарный. То есть, не совсем... Вменить можно что угодно. Ну, да, потому что некоторые, ну, туда же приходят, как бы, из бизнеса люди. Они привыкли управлять своими организациями, принимать самостоятельные решения. А существует на все вопросы у нас определенный порядок процедур, которые категорически нельзя нарушать. Категорически, еще раз повторяю, нельзя нарушать. Ну, по определенным обстоятельствам, иногда корыстным, а иногда не по корыстным, их применяют. Ну, потом этим пользуются более компетентные люди и приводят к тому результату, к которому мы видим на самом деле. Поэтому я не думаю, что, во-первых, будет очень много желающих на такую, можно сказать, расстрельную должность. Это очень тяжелая работа, серьезная работа, требующая высокой компетентности. Вместе с тем, надо быть еще и политиком, а не только завхозом в городе. Если говорят, что это должность завхоза, то это неправда. Это серьезная политическая должность. На примере больших городов, правда, мы это видим, там, Петербург или Москва. Ну, там они в ранге губернатора все-таки, не в ранге мэра больше. Конечно. И не сити-менеджер. Поэтому вопрос такой, необходимый, который рассматривать, но ближайший... Но не поспешать. Но не поспешать. Совершенно верно. Еще вопрос. Вот смотрите, как вам кажется, ну, то есть, вот, если будет принято решение на федеральном уровне вернуть прямые выборы мэров, да, то понятно, что процедура запущена будет мгновенно. Нет, она будет точно такая же. Она очень, она очень быстрая, Юрий Львович. Может быть, она будет и такая же, да, но... Точно такая же. Да, она пойдет очень быстро. Вот. А если она не будет запущена, то другой вопрос. Может быть, пойдет со скрипом. Вот депутат Гордумы предыдущего созыва Алексей Кузьмин запускает челлендж в поддержку прямых выборов мэра, говорит о том, что давайте, кировчане, все будем записывать свои видео, да, с мыслями о том, зачем нам нужен или не нужен. Там, да, градоначальник выбираемый на прямых выборах города, вы примете участие раз, и второе, как считаете, вот эта история, она будет иметь какое-то значение? Ну, значение она может какое-то и будет иметь для создания... Ну, информационный фон. Да. Может, будет, да, я думаю, что кто-то на этом будет делать пиар-программу свою политическую. Это вы на кого намекаете? Тех, кто этим занимается. Это нормальный политик, должен заниматься пиаром. Это хорошо, это неплохо. Политик, который не занимается продвижением и пропагандой, в Севастопе это не политик, если уж так говорить. Вы считаете, что эта тема с выборами прямыми мэра города будет использована кем-то в своих интересах политически? Сейчас используется. Разве это не видно? Кем? Например, партия «Справедливая Россия». Которая вносит. Ну, да. Думаете, это с прицелом на будущее работа просто на то, чтобы добрать политические очки какие-то? Ну, это правильно, конечно, да. Надо этим заниматься. И это нехорошо, что другие партии этим не занимаются. Это выигрышная такая. Тема хорошая. А у нас выборы состоятся. Законодательное собрание на следующий год, да. Потом городскую думу создают. Хорошая, правильная работа ведется. Не говорю, что это плохо. Как ее делают, это другой вопрос. Но этим надо заниматься. Всем надо заниматься. Ну, и, конечно, лучше это подкреплять какими-то делами в своих регионах, в своих округах. Кроме политического пиара. Это было бы еще лучше. Но для населения это точно выигрышнее было бы. То есть в январе следующего года история получит продолжение. Вы об этом говорите, да? Рабочая группа начнет функционировать полностью. Полноценно. Можем ли мы хотя бы предположить, когда рабочая группа даст некое свое заключение и когда городская дума рассмотрит? Когда она соберется, тогда можно будет. Только тогда. Больше 20 человек, по словам Юрия Львовича, из депутатов городской думы в эту рабочую группу вошли. Давление горожан, если горожане будут активно поддерживать прямые выборы мэра или не поддерживать, тоже будет иметь значение. Я не вижу противника вообще на самом деле среди коллег-депутатов, с кем я общался. Я не видел противника. То есть нет никого, кто против бы был? Ну, по крайней мере, публично это никто при мне не высказывал. Удивительная история. Никто не против, но все ждут отмашки федерального центра. Подождите, зачем вы, при чем тут отмашка? Ведь Альберту Бекалюку никто не давал отмашку с федерального центра отменить выборы, прямые выборы мэра. Правильно? А, это вы говорите про предыдущие решения, там, да, и вот та история, когда... Альберта Бекалюку выносила предложение на городскую думу. Внести изменения в уставке. Изменения, да. У нас же там три формы есть. Выбор, назначение мэра. Был, я не помню, 2006 или 2007 год где-то там. 2007 или 2006 год, не помню точно. По окончанию работы Киселева. Поэтому нечего удивляться. Ладно, ждем тогда. Все-таки каких-то итогов по заседаниям, по работе группы, я не знаю, может быть, будут внесены еще какие-то изменения, может быть, функционал добавится. Я напомню, да, что... Функционал чего? Ну, как вот этого человека, которого будем избирать, если будем избирать. Я напомню просто, что этот человек, он будет возглавлять администрацию. Существует три формы. Да. Три формы. И никакая, ни областная дума, ни городская их не сможет поменять. Просто будет выбрана одна из трех форм. Точка. Понятно. Просто этот человек, в его функционал будет входить, то, что входит сейчас, в функционал главы администрации. Называться этот человек будет главой города. А глава города... Смотря какую форму будет, какая из форм будет выбрана. Мы-то надеемся на то, что будет выбрана форма с прямыми выборами, всенародными. Даже при прямой форме есть тоже разделение. Я же говорю, что существует три формы. Я думаю, что журналисты Эхо Москвы изучат этот вопрос. Обязательно. И будут компетентны. Обязательно. Спасибо, Юрий Борисович. Будет все отщелкивать от зубов. Да. Хорошо. Посмотрим, что вы нарешаете в рабочей группе. Мы нарешаем, да. Вы нарешаете. Конечно. Ладно. Едем дальше. Тут, между прочим, еще, если поговорим о разделении властей, разделении полномочий, на прошлой неделе довольно любопытная приключилась история. Была встреча правления Союза журналистов Кировской области с председателем правительства Александром Чуриным. Встреча была частично не под запись, но почему-то информация с этой встречи не под запись утекла на один из городских порталов. Да, был. Портал Ньюслер. Ну, и из громких заявлений, которые были сделаны, которые были растиражированы журналистами, это заявление о том, что, возможно, возможно, когда-то в неопределенном будущем администрация губернатора Кировской области переедет на Ньюслерский проезд. Да. Утекла или была направлена? Вот вопрос. Вот вопрос. Как-то все утверждают, что она утекла. Да. У меня есть свое мнение, что она могла быть предоставлена. Вот такая есть у меня конспирологическая версия. То есть, предоставлена по просьбе кого? Человека, который говорил. Фамилия у него Чурин. Подождите, то есть, его заявление о том, что это была встреча не под запись, это лукавство? Что, такие технологии не применяются, что ли? Полеология еще не то может придумать. Не в этом дело. Хотя, будем считать, что это было не под запись, поэтому я считаю, что... Но в таком случае... Журналисты, если их называть журналистами, те, кто там присутствовали, ну, там, наверное, скорее больше руководители СМИ, чем журналисты присутствовали, да? Хотя, может, и журналисты присутствовали. Я не знаю состав. То это, конечно, очень плохо. Это очень плохо. Так делать нельзя. Если к вам обращается интервью с просьбой это не озвучивать, то это нельзя озвучивать. Но я при этом не видела нигде официальных извинений со стороны, там, Союза журналистов о том, что случился вот этот вот казус. Ну, наверх, это не очень принято, к сожалению, такие вещи делать. Ну, как? Если это действительно было не под запись, и если вопреки, там, договоренностям каким-то информации ушла в публичное поле, нужно извиняться. Раз нет извинений, значит, надо предполагать, что вы, может быть, в первой своей версии была права. То есть попросили, чтобы это все выплыло. Ну, ладно. Там ничего такого выплыло неизвестного. Ну, может, форма подачи немножко кого-то смутила. Ну, так все известные факты, они близки к реальности, в моем понимании. Ну, вот про переезд, про переезд губернатора из здания правительства об этом не говорилось. Это самая малая часть, на что бы я обратил внимание, в той информации, которая была опубликована в Нью-Смире. Ну, во-первых, о переезде законодательного собрания речь идет давно еще, я помню, с моего созыва. В инженере вы собирались переселять. Это оказалось очень дорогой проект, там, по переселению. Нет, конечно, законодательное собрание должно... Нет, не само собрание. Люди должны иметь доступ прямой к законодательное собрание. То, что сейчас через систему пропусков там проходит, это, наверное, неправильно. По поводу губернатора я сказать не могу. Это он сам себе определяет, где ему удобнее работать. Это не моей компетенции вопрос. А то, что законодательное собрание должно находиться в помещении, в котором будет доступ населения, это, конечно, правильно. Считаю верным. Так. Просто, может, сейчас не то время по финансовым проблемам, которые существуют, экономические ситуации... В свое время отказались от этого переезда именно из финансовых соображений. Только по финансовым соображениям, да. А сейчас заявляется, ну, не то чтобы как о решенном вопросе, но, тем не менее, как о рассматриваемом. Ну, во-первых, это никто не подтвердил. Не подтвердил, это правда, да. Ну, поэтому могут написать, пересказать, ну, всякое может быть. Ну, вам, как считаю, кажется, надо разделять-то все-таки? Ну, хорошо, законодательное собрание понятно, да? Ну, вот правительство области и губернатора, условно, в разные точки города раскидать. Имеет смысл или нет? Я ничего страшного этого не вижу. Не будет ли это неудобно? Кому? Ну, людям, которые приходят, например. Ну, те, кто принимали решение, думали об этом? Ну, пока решения-то нет. Ну, тем более. Пока только вот эта информация, которая то ли в формате вброса, то ли в формате утечки. Я думаю, что есть более важные и серьезные темы, которые стоит обсуждать, чем тему нахождения работы вместо губернатора. Это тоже важная тема, потому что здание на Винамовском проезде нужно будет ремонтировать. И на это надо будет выделять средства. Ну, его так и так надо ремонтировать, да? Это все же у нас практически исторический памятник, да? Его надо содержать в должном состоянии? Надо. А какое из областных будет учреждений, область решит. Понятно. То есть вот он способ ремонта исторических зданий ветхих в нашем городе. Не худший. Не худший далеко. В каждое заселим. Ну, неплохо. Неплохо. И за бюджетный счет отремонтируем тогда? У нас другого нет способа. Только так. Федералы помогут в ремонте исторических зданий. Такое тоже бывает. Пока что-то как-то не слышно, чтобы очень помогли. Ну, вот с приказной сбой деньги нашлись. Но это ведь разовая история такая, да? Разовая, громкая, раскрученная, растиражированная. А что касается остальных, десятков зданий. Работа информационных служб, видать, хорошая. Вот как растиражировали сильнейшая замена крыши. Умеют работать, видать, информационные службы и специалисты, которые там трудятся. Давайте еще о тратах поговорим все-таки. Вот траты к Новому году вам кажутся обоснованными или нет? Да. Я, может, не один, конечно, из депутатов, которые считают, что вот те высказывания, которые в том числе в стенах вашей редакции проводили ряд депутатов и журналисты ваши. Мне вот очень сегодня удивила фраза, я не знаю, это авторская фраза была или просто человек зачитывал текст, что большинство кировчан против затрат на украшение города к Новому году. Вот прозвучала у вас дословно такая фраза. Не знаю, уточню, коллег. Да. Ну, я считаю, что это просто ханжество. Вот нельзя, когда совсем плохо, вот всего лишать населения. Я считаю, что да, контролировать трату средств надо очень серьезно и правильно. И это должны в первую очередь делать депутаты, которые принимают такие решения. Но лишать праздника населения города, это неправильно в моем понимании. Вот даже возьмем такой пример. У вас обсуждался совсем недавно город Саратов, да? А у нас выходили на связь наши коллеги из Саратова. Да, да, да. Рассказывали про 11 миллионов затрат. Вот тенденциозность вот в этой программе у вас присутствует, на мой взгляд. Объясняю, почему. Когда говорили о том, что надо украсить площадь в Саратове, 3,2 миллиона в прошлом году было 3,1, да? 3,6 в прошлом году. Так это на постановку одной елки, чтобы вы понимали. Нет, 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 нет. Ольга рассказывала, что не там еще что-то будет делать. Ничего Ольга вам не рассказывала. Я взял, не поленился, осмотрел все закупки в городе Саратове к Новому году. Они разными лотами шли. И какая, вы думаете, собрала сумма? Какая? Ну, какая? Ну, я не знаю. Ну, больше 40 миллионов. Да ладно. Возьмите, проверьте. Хорошо, нет, я вам доверяю, конечно же. Там шла речь только об одной елке, которая там у них вращается, не вращается, используемая с прошлого года елка. Но на установку и монтаж всего. Я вот тоже, на самом деле, сторонник того, чтобы мы ставили елку одну на площади за счет средств не муниципальных, а лучше бизнеса ставили хороший каток с раздевалками, с туалетом, чтобы это работало наперед тех погодных условий, которые будут возможны. И это, между прочим, во-первых, это нормальный бизнес. Катание на катках. Вы спросите у хоккейного клуба «Родина», сколько приносит им… Аренда льда. Почему тут аренда? Ну, на массовое катание, я имею в виду. Да, не аренда, это предоставление возможности. Это одна из самых доходных частей их бюджета, чтобы понимать. Но здесь-то катки городские были бесплатными, насколько я понял. Конечно. Если скажут, что это все будет за деньги, люди будут недовольны. Я говорю, как делается в большинстве городов Европы или в Америке, той же проклятой нами. Это елка и хороший ухоженный каток с раздевалками и туалетами. Сейчас продолжим про финансовые обеспечения вот этого вот праздника с Юрием Шлемензоном, депутатом Городской думы после небольшого перерыва. Куда? Елку поставить за бюджетный счет, а к катку привлечь силы бизнеса. Вход на каток будет платным. Конечно, да. Но зато это будет удобно, будут раздевалки, это будут туалеты, ну и так далее и тому подобное. Какое-то еда, питье. Это позволило бы... Ну это не в период пандемии, конечно. Нет, конечно. Это в перспективе. Нормально. Это в перспективе. Это мое предложение, как решит наша власть, я не знаю. Это мое предложение, как организовать. Просто я видел опыт в других странах, городах, как это делается. Обратил на это внимание, что да, украшена елка, красиво, а все остальное, это бизнес дальше. Хотя есть, где муниципалитеты это делают. Видать, богатые муниципалитеты. Ну, возвращаясь к театральной площади в этом году, ну, было анонсировано, рассказано о том, что появится там, ну, помимо елки, понятно, там, да, и еще чего-то. Было анонсировано, что будут закуплены, как я понимаю, какие-то технические приспособления, которые в следующем году тоже будут использоваться. Ну, не технические, а будут сделаны из дерева, которое будет... В конструкции, да, в конструкции, да, совершенно верно. И мне очень интересно, когда вы там... Был такой, ну, не смех, а ваших коллег о том, вот это стоит 200 тысяч, это 300... Ну, ведь вы поймите, что при всем нашем отношении к чиновникам, да, они ведь сметами пользуются, они ведь не самоубийцы, чтобы идти под статью сразу, вот, под козырек и подписать. То есть для того, чтобы составить лот на торги, проводится смечивание определенных работ, для этого существуют нормативы. Все просчитано, вы про это говорите. Ну, не все, ну, конечно, просчитано, так это с потолка нельзя, это же не творческая работа, это вот такая техническая работа. Это вот нарисовать картину может стоить рубль, а может стоить 10 рублей, да? Или 10 тысяч. Или 10 миллионов, да? Да. Тоже бывает. А это-то все, это же как бы строительно-монтажные работы, они все... Материалы стоимость есть, работы нормачас тоже есть, ну, там особые условия холода, ну, какие-то, но это все смечивается, поэтому любое КСП может все проверить. Главное, чтобы мы контролировали, те ли материалы использованы, в том ли количестве, стоят ли они вообще, или они в воздухе растворились. Или растаяли. Ну, вы знаете, насчет растаяли, вот вы, наверное, видели, много в телевизоре показывали, как в Китае создаются целые ледяные города, да? И это действительно красиво, приятно, и туда приезжают к ним, кроме внутреннего туризма, туристы извне приезжают, ну, когда было нормальное у нас время, смотреть на эти красивые ледяные города. Ну, Кировка не заманит туристов извне смотреть на новогодний городок, я думаю. Это надо не 25 миллионов вложить, а 250. Я не знаю, сколько, но это должно быть с умом качественно сделано, тогда появится. Ну, то есть вы считаете, что это целесообразно? Речь, главное, о том, что это праздник, который нельзя нарушать. Даже в период, как говорят, страшных периодов Великой Отечественной войны, да, украшали там во дворах какие-то деревья, делали игрушки из ваты, из бумаги. Ну, мы же не живем в такое время, слава богу. Ну, поэтому лишать горожан детей праздникам нельзя это делать. Не кажется ли вам, что это создаст некую точку притяжения на театральной площади, куда все захотят пойти посмотреть, покататься на горках и, не дай бог, там что-то подхватят? Ну, то есть зачем провоцировать? Ну, так можно все закрыть и сидеть по домам, как сделали китайцы, апреля, апреля, локдаун на Новый год объявить и сидеть дома. Тоже верное решение может быть. Но вы против? Я против того, чтобы город не украшался. Мы же говорим не о той театральной площади, даже затраты пойдут на весь город. Ну, в прошлом году красиво было? Красиво было. Красиво было. Даже при тех проблемах с катками, ну, погода, да? Ну, это же красиво было. Не знаю, что в Коминтерне на каток очень много людей ходило, и понравилось, там успели сделать и освещение, и звук сделали. И это пользовалось реально спросом. Вопросов нет к тому, что должно быть красиво. Вопросы просто в том, что вот это вот место массового скопления людей может повлечь за собой скачок роста заболеваемости. Ну, а массовое посещение поликлиник у нас не вызывает скачка? Массовое посещение поликлиник вызывает очень много всего. Езда в общественном транспорте без маски у нас не вызывает ничего. Так что тут вопросов много. Но жизнь же ведь продолжается. Ну, ладно, будем с катками. Ну, я просто считаю, что на этом, в том числе, пиар делать политический, это неприлично. Это мое мнение. Особое мнение Юрия Шлемензона. Все уже борцы за народные деньги. Да. Видели ли вы новости о создании Центра управления регионом, и что вы думаете по поводу этой структуры? Да, я видел эту новость. У меня вот даже, я хотел вам сказать, что вы обращались по первому вопросу о том, что все граждане не хотят. Так? Цурт ведь все знает. А я вот, вы знаете, поэтому вернусь к этому вопросу Нового года. Когда вот я услышал эту фразу, а я сам маленький цурт для себя, я постоянно просматриваю паблики и сайты нашего региона. Вы мониторите? Да, мониторю, в том числе и обсуждение. Да, действительно, вот на сайте Ньюслер там было 7 или 8 негативных обсуждений в сторону Нового года. На большом паблике свой, Кировский, их было 3. Ну и так еще где-то. Даже взлом кировчане ничего плохого о том, что город надо украсить, ну практически не было. Поэтому вы можете в дальнейшем сейчас к СУРу обращаться, они все будут знать и давать рекомендации. Зачем нужна эта структура? Зачем она создается? Зачем она нужна? Ну, во-первых, это было... Структура создается по федеральной инициативе. Да, она по федеральной линии, хотя весь функционал будет идти через акционерное общество, диалог, да, порядок работы, обеспечение математическое, аналитическое и все другое. И даже людей на работу они принимают. Ну, наверное, да, скорее всего. Меня вот что в этом вопросе смущает. Понимаю, что как бы оно должно существовать, да, но, во-первых, у нас есть структуры, которые этим же занимались, да. Это там порталы обратной связи, инжиниринговые помощи, ну, даже у нас в регионе были. Я, как всегда, не поленился, взял законопроект, ну не закон, закон постановления о... Пировской области, о образовании ЦУРа, да. Так. У нас, значит, уже существует отдел инцидент менеджмента, там 8 человек. Он, наверное, вольется или вольется, не знаю, да. Основные задачи, которые в этом постановлении даются ЦУРу. Формирование комплексной картины, проблем на основании анализа и обращений, ну и так далее. У меня, там их, этих пунктов у нас в целях есть, в задачах 12. Вот меня удивило такое, на что я обратил внимание. Выработка рекомендаций для определения приоритетов работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, да. А вот среди тех сотрудников ЦУРа, кто такой компетенцией серьезной обладает, у меня большой вопрос. Но мы же не знаем, кого нам нужно работать. Ну, людей в области, которые могут это делать, вещь, в том числе и управлять информационными потоками, раз, два, три, ну и пяти пальцев не хватит на мои руки. Ну, в том понимании компетентности, которую я понимаю. Это разовые там, да, уникальные специалисты. Ну, их мало вообще. Ну, вы же сами понимаете, что вообще управление информационными потоками, ну, я максимум три человека могу назвать. Так, так. То есть, возникает вопрос, где найдут компетентные кадры, раз. В этом меня смущает, да. Вот там есть еще такой вопрос. Контроль качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Представляете, вот написано в законопроекте, это не придумка. У нас контролирующих органов, сами знаете, сколько, да? Много. Много. Там штаты, ну, совсем немаленькие. Справляются? Ну, так сказать. Судя по тому, что создают тур, не очень справляются. Не очень справляются, да. И вот я еще хочу обратить ваше внимание. У вас был Панкратов вот в студии, да? Он такую фразу произнес. То есть, обращения граждан будут находиться на контроле ЦУРа до тех пор, пока вопрос не будет решен, а гражданин не получит исчерпывающий ответ. Ну, вот я очень сомневаюсь в этой фразе. Почему? Ну, возьмем такой простой вопрос. Освещенность улиц нашего прекрасного города. Я этой проблемой занимаюсь с первого дня практически работой. Депутатство. Депутатство, да? Добился того, что составляется некая дорожная карта, перспективы. Мы говорим про областной центр, мы не говорим... 15 вперед, да? Ну, не очень поменьше, да. Ну, понятно. То есть, вы сейчас говорите о том, что решение проблемы, может быть, придется ждать очень долго человеку. Конечно. Поэтому вот ответы, которые приходили граждане, мне от администрации, и ответы от ЦУРа, они чем будут отличаться? Ну, может быть, там... Недостаточным финансированием. Там человеческими словами, может быть, будет написано, без ссылки на законы. Посмотрите в статью такую-то, посмотрите в статью-то. А там будет сказано, что, слушайте, ну, вот денег пока нет, мы тут создаем дорожную карту. Ну, то есть, будет такая дежурная фраза, денег нет, но вы держитесь, да? Ну, примерно, да. Ну, это... Нет. То, что будут... С населением надо работать, у меня даже сомнений нет. То, что это делается сейчас некачественно, у меня тоже понимание есть. То есть, выстраивание информационных потоков ведется плохо. И у нас бывает еще очень большая беда, что вообще недостаточная информация. То есть, есть вопросы, которые бы снимались при получении человеком достаточной информации в нужное время, еще раз повторяю, в нужное время. А вот информационного обеспечения у нас не хватает. То ли из-за исполнителей, то ли не хватает средств, то нет понимания, как это делать. Это тоже... Ну, тут много разных факторов. Если ЦУР сможет это перевернуть, ну, пускай будет так. Потому что вот даже вот некоторые вещи меня вот удивили из высказывания Александра Чулина, если я не ошибаюсь. Ну, это где-то связанная работа о том, что вот теперь будем выделать вкладки в районные газеты. А вот наоборот бы не пробовал никто делать. Это уже, между прочим, пройденный этап в областные делать районные вкладки. Ну, во-первых, это экономически, наверное, дешевле. И не так напрягает районные редакции. Хотя и сами районные редакции в основном перепечатывают при сервизе правительства. То есть, там и вкладка-то это не нужна. Юрий Львович, у нас времени совсем мало. Спасибо большое. Особое мнение на этом завершается. То есть, ЦУР нужен, но надо посмотреть, как будет работать. Ну, мы же не можем не выполнять указания президента. Мы можем. Меня волнует компетентность людей, которые там будут работать. Понятно. Спасибо большое. Юрий Шлеминзон, депутат Кировской городской думы. Был в особом мнении. Программа завершается. До свидания.